На портал Экзекет поступил вопрос, как относиться к онкологии? Является онкология искупления грехов. Но если ты относишься к тому пути, который ведет тебя к Богу, то, не всякого сомнения, онкология является искуплением грехов. Онкология не всегда бывает у людей, ну скажем, грешных. У грешных людей, кстати говоря, онкология, они могут вполне здорово умирать. А как раз люди даже святые, ну, например, поиск, так говорится, у него была онкология. Он святой, православная церковь. Кстати, его совершенно не мешало ему вести ту жизнь, которую он вел. То есть строго монашеску, принимать людей и так далее. Поэтому, вот, не надо, нет, ну, конечно, если не надо бояться онкологии, это будет, ну, неправда. Мы все боимся онкологии, я в том числе. И никто не хочет ей болеть. Но если уж Господь попустил тебе какое-то испытание болезненного характера, например, да, то надо понимать, что это воля Божья, без воли Божьей и волос не падает с головы человека. Если ты это попустил, это, с одной стороны, конечно, не у всякого сомнения, это не Бог, ребят, на тебя напустил такую напасть. Это следствие твоих грехов. Но Бог это попустил. Знаешь, ты можешь благодаря этой болезни покаяться и обрести любовь и радость. Мне, я был 17 лет, тюремный священником. И мне один бывший очень крупный чиновник, он даже так хвастался, мой арест показывали по программе «Время». Это было давно уже, лет 15 назад. И вот он мне рассказывал, что если меня не арестовали, я бы не знал, что такое любовь к Богу, любовь к своей семье. Потому что, да, я был титром храма, я строил храм, ну всё как положено, человек православного с деньгами. У меня любви не было. Когда меня арестовали, конечно, все друзья такие, ну в кавычках «друзья» от меня отошли, поскольку уже я такой был крупный чиновник, а сейчас уже никто, да, заключённый. Но зато я узнал, что у меня два замечательных сына, замечательная жена любящая, а главное, у меня есть Бог, который меня очень любит, и вот, так сказать, о мне заботится, о моей душе. То есть я очень Богу благодарен, что Бог прекратил мою карьеру и отправил меня в тюрьму. Я вот цитирую буквально. Вот человек по-христиански отнёс себя, ну достаточно, кстати, такому человеку такого характера, активного, так сказать, с хорошей карьерой. Ну это, конечно, большая могла быть трагедия. Но, так сказать, вот он по-христиански, он не потерял, а брёл. Так как с онкологией, если человек к ней по-христиански отнесётся, во-первых, ну у нас медицина сейчас в таком уровне, что она часто эту болезнь излечивает, а просто у неё вот прихожан эти болезни, они лечивались, она даже ребёнка родила после неё. Ну, молодая женщина, естественно. Вот, но главное, что эти люди, пройдя через эту болезнь, они приобрели, они потеряли. Всё равно умрём. Вот к покойному отцу Дмитрию Смирнова подошла одна немолодая женщина, спросила, батюшка, я умру? Он говорит, конечно. Ну, а что он должен ответить? Ну, она, например, веду, конечно, не вечную жизнь, а вот жизнь, я смертелу, это то, что мы вот в чём-чём, в этом сомневаться мы не можем. Это путь всей земли. Вот. И, ну вот, как к этому, как к этому пути прийти? Как вот онкология помогает прийти к тому, что этот вот переход в жизнь вечную. Этот переход в жизнь вечную, как у нас учится в Священном Писании, начинается здесь, в нашей душе. Онкология может очистить душу человеческую. И таким образом стать, как ни странно звучит, источником радости, потому что грех мешает нам радоваться. Онкология поможет нам покаяться и избавиться от греха. И в результате онкологии человек становится более радостным человеком в жизни. Но это, конечно, при условии, что он по-настоящему обретёт Бога. И, конечно, вот онкология с его страхом смерти, чем она страшна-то? Она, как раз, помогает обрести истинную веру для тех людей, конечно, которые хотят идти путём к Богу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...